Эленор Портер, Полианна, читает актриса Алла Човжик, глава первая. Мисс Полли. Походку мисс Полли Харрингтон отличала горделивая неторопливость, как и подобает уважающей себя хозяйке. Но этим июньским утром небывалое дело. Мисс Полли влетела на кухню, как ракета. Если не сказать, как фурия. Нэнси-кухарка как раз протирала посуду перед раковиной. Нэнси служила у мисс Полли почти два месяца, но ни разу не видела госпожу в таком нетерпении. «Эй, Нэнси!» «Да, мэм!» — робко отозвалась девушка, поднимая глаза на госпожу и продолжая протирать кувшин тряпкой. «Сколько раз повторять?» — раздраженно сказала мисс Полли. «Когда к тебе обращаются, не хлюпай тряпкой, а слушай, что тебе говорят!» Покраснев от смущения, Нэнси замерла на месте, как вкопанная, прижав к себе кувшин и полотенце. «Да, мэм, понятно, мэм!» — пробормотала она, боясь вздохнуть от страха, неловко перехватывая кувшин из одной руки в другую. «Я что, я? Ничего! Мы же сами с утра приказали, чтобы я побыстрее закончила с посудой!» Хозяйка сдвинула брови. «Поговори еще! Мне твоих объяснений не требуется! Ты должна молчать и слушать!» «Как угодно, мэм!» — пролепетала Нэнси. «Черт угодить легче, чем ей!» — подумала она в отчаянии. Прежде Нэнси никогда нигде не служила, да нужда заставила. Мазь вдова тяжко занедужила, а кроме Нэнси в семье еще четверо маленьких детей. Бедная девушка была на седьмом небе от счастья, когда ее взяли помощницы на кухню в шикарный дом на горе. К тому же Нэнси была не здешняя, из-за холостного местечка, за шесть миль отсюда. Понятия не имела, кто такая-то мисс Полли. «Слышала лишь, что та заправляет всем хозяйством старика Харрингтона, известного богача. Но это было два месяца назад. Теперь-то девушка узнала, что это за мисс. Вечно недовольная, лицо как у мэмры. Стоит звякнуть ложкой или ножом, или скрипнуть дверью, зеленеет от злости. А если тебя не видно, не слышно, даже не улыбнется. Не то, чтобы хвалить. «Когда доделаешь здесь, — продолжала мисс Полли, — поднимись наверх, приберись в маленькой комнате на чердаке, приготовь постель. Да не забудь хорошенько подмести пол. Но сначала, конечно, протри все коробки и чемоданы». «Слушаюсь, мэм, а куда положить вещи из чемоданов?» «Сложи рядом на чердаке». Мисс Полли задумчиво покачала головой. «Да, вот еще что, Нэнси. Тебе следует знать, сегодня приезжает моя племенница, мисс Поллианна Уиттер. Ей одиннадцать лет. Теперь она будет жить здесь, в комнате на чердаке». Кухарка обрадовалась, сразу вспомнив о своих собственных младших сестренках, с которыми ей пришлось разлучиться. «Так у нас будет жить маленькая девочка, мисс Харрингтон», — вырвалась у нее. «Вот здорово». «Хм, я бы так не сказала», — сухо заметила мисс Полли. «Но что поделаешь, такое у меня доброе сердце. Кроме того, это, как-никак, мой долг». «Конечно, мэм», — восторженно подхватила Нэнси. «Только подумайте, маленькая хорошенькая девочка будет жить с вами. Так и жить веселее». Но, взглянув на госпожу, решила не продолжать. «Тоже мне веселье», — поджала губами с Полли. «Одна обуза. Я и без нее не скучала». «Оно, конечно, так», — кивнула Нэнси. «Все-таки это ваша племянница, дочка вашей родной сестры?» Набравшись, духу прибавила она. Ей от души хотелось, чтобы девочку в этом доме встретили как можно приветливее. «Ну и что, что родной?» — пыркнула мисс Полли. «Много ты понимаешь. Если она моя сестра, это не значит, что она наплодит детей, а мне потом за ними ухаживать. С какой такой радости я тебя спрашиваю?» Мисс Полли направилась к двери. «И не забудь хорошенько вымести ссоры с всех углов. Слышишь, Нэнси?» — проворчала она, выходя из кухни. «Само собой, мэмп», — кивнула ей вслед девушка. Вода в раковине успела остыть, и кувшин пришлось ополаскивать еще раз. Вернувшись в свою комнату, мисс Полли снова достала это неприятное письмо, которое получила два дня тому назад. На конверте стоял штамп захолустного городишки на востоке страны. Письмо было адресовано лично госпоже Полли Харрингтон. Город Белдингвиль, Вермонт. И начиналось так. «Уважаемая госпожа, с прискорбием вынужден сообщить, что преподобный Джон Уиттер скончался две недели тому назад, оставив после себя сироту-девочку 11 лет. Кроме нескольких книг у него не было никакой собственности. Как вам должно быть известно, он служил простым пастором в маленьком приходе с мизерным жалованием. Смею предположить, покойный являлся мужем вашей сестры, также умершей. Сам он, ввиду каких-то семейных обстоятельств, не любил об этом распространяться. Тем не менее, выражал надежду, что вы, быть может, по-родственному, соизволите взять на себя заботу о сироте девочки, устроите жить в своих краях. И именно поэтому я вам и пишу. Когда вы получите это письмо, все будет готово к отправке сироты. Если вы соблаговолите ее принять, пожалуйста, сразу подтвердите это ответным письмом. Времени у нас в обрез, так как супруги, которые отправляются в ваши края и согласились взять девочку с собой, долго ждать не могут. Они довезут девочку до Бостона, а там посадят на поезд до Белдингвилля. Само собой, они сообщат вам номер поезда и день прибытия. Надеюсь на ваш скорый и благоприятный ответ. С уважением, Иеремия О. Уайт. Мисс Поля нахмурилась, сложила письмо и сунула обратно в конверт. Ответное письмо она отправила еще накануне. О, да, она имеет представление о долгой порядочности и, конечно, приютит сироту, даже если для этого потребуется пожертвовать собственным спокойствием. Еще некоторое время мисс Поля сидела с письмом в руках и вспоминала сестру Дженни. Как давно это было? Двадцатилетняя девушка огорошила семейство, заявив, что выходит замуж за молодого священника. Родители, естественно, были против. У них на примете имелся куда более подходящий жених для дочери, к тому же и богатый. Но Дженни слышать ничего не хотела. Не пойдет за старика, хоть и при деньгах, и все тут. Другое дело молодой пастор, энтузиаст, подающий надежды, золотое сердце, полное любви. Естественно, Дженни выбрала его и отправилась на далекий юг в качестве верной миссионерской жены. Потом произошел разрыв. Мисс Полли, младшая в семье, прекрасно помнила, как случился этот разрыв, хотя тогда ей было не больше пятнадцати. Обиженное семейство решило вычеркнуть Дженни, жену нищего миссионера из памяти. Какое-то время Дженни писала родителям, в частности, о том, что у нее опять родилась девочка, которую она назвала Полианна. Двойное имя в память о двух сестричках, умерших в младенчестве, Полли и Анне. Это было ее последнее письмо. Затем, спустя несколько лет, пришло короткое известие о ее смерти. Об этом написал сам пастор. На этот раз на конверте стал штамп этого самого захолустного городишки на далеком западе. Между тем, для самих обитателей богатого дома на горе время как будто остановилось. Вот и сейчас, глядя из окна, на простиравшуюся перед ней, сколько хватало глаз долину, мисс Полли думала. Вот прошло четверть века, а ничего не изменилось. Правда, теперь ей было не пятнадцать, а сорок. Одна денешенька на целом свете. Мать, отец, сестры. Все давным-давно в могиле. Вот уже много лет она была хозяйкой этого громадного дома и приличного состояния. Некоторые знакомые пытались ее жалеть, даже подыскивали кого-нибудь, просто для компании, чтобы не коротать век в одиночестве. Но мисс Полли не нуждалась ни в жалости, ни в советах. Да и не чувствовала себя одинокой. Так и заявила. Это даже лучше, жить спокойной жизнью, ни от кого не зависеть. И вот теперь... Мисс Полли поднялась с места, с поджатыми губами, все еще продолжая хмуриться, что бы там ни говорили, она не какая-нибудь бессердечная особа, не знающая, что такое чувство долга, но и не размазня, позволяющая собой помыкать, однако. И вот теперь... Полианна. Надо же было так назвать. До чего нелепое имя.